Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, можно ли на службе петь вместе с хором, если душа поет. Да, апостол Павел призывает петь Богу псалмы, и форма пения псалмов, не только Давидов, а вообще молитв, это древнейшая форма словословия Господу. Но мы все живем не в вакууме. Я вам расскажу историю моей юности из Троицы Сергия Лавры. Среди прихожан Троицы Сергия Лавры была одна пожилая женщина с необыкновенно мощным голосом, низким и полным отсутствием слуха. И подпевая хору, она очень сильно его сбивала. И утешением для покойного великого регента и композитора церковного архимандрита Матфея Мармыля было отпеть литургию до запричастного стиха. Потом он специально брал самую большую просву, которую по его заказу пекли, посылал одного из хористов отнести вот этой матери Октаве. Потому что пока она ест до конца литургии, хотя бы она не поет. Поэтому если у вас хороший слух, то, может быть, тихонечко и можно подпевать. Но все-таки надо еще понять следующее, что искусство хорошо петь одному, если вы им обладаете, это не значит, что вы хорошо поете в хоре. Это совершенно другое искусство, совершенно другой и долго приобретаемый навык. Я помню, как одна всемирно известная виолончелистка, вставая на клирос, портила пение всего хора. Потому что она привыкла солировать одна, и она не понимала, что здесь надо других слушать. И вот встроиться в хоре, это когда мы поем, единими усты. Не должно быть слышно солистов. Поэтому вы подойдите к регенту вашего храма и спросите. Если он покраснеет и скажет, да может, не надо лучше, тогда не надо. Я напомню вам слова одного древнего святого, преподобного Исидора Пелусиота, который сказал следующее, что молиться нерассеянно — это великая добродетель. Но петь нерассеянно — это удел совершенных. Петь и молиться очень тяжело. И человек, стоящий на клиросе, оригинтующий особенно, — это человек, который, как это ни удивительно, свою радость от молитвы приносит в жертву тому, чтобы всем остальным в храме хорошо было молиться. Потому что он должен дать тон, он должен следить за всеми партиями, он должен раздать вовремя ноты, открыть стихи и прочее. Это все труд. И научиться петь на клиросе и при этом глубоко молиться, хорошо бы, но это тяжелее, чем молиться просто. Поэтому, может быть, лучше вам в уме повторять эти слова. По крайней мере, если вы поете и подойдете на клиросе, спросите у рейтнета, если он вас попросит не петь, не пойте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...